Хэй-хэй, друзья! Меня зовут Пепсик, и у меня для вас просто супер-крутые новости! Моему счастью нет предела, и вы, наверное, уже догадались, о чём сегодня будет идти речь. Друзья, это просто что-то невероятное! Итак, давайте обо всём по порядку. Я сейчас нахожусь на катосвалке, со мной здесь есть вот такая вот подружка Нари, и она нам сегодня будет помогать. Итак, друзья, сегодня мне разработчик прислал новый способ, как можно открыть абсолютно все локации в Тока Бока совершенно бесплатно. Этот способ, внимание, на 100% сработает. Я вам это обещаю, и если вы досмотрите этот ролик до самого конца, вы поймёте, как этот способ использовать. Потому что, как я понял, не все люди почему-то смотрят видео и не понимают, почему у них не открываются новые локации. Вы просто не представляете, как меня убеждал сегодня разработчик по поводу того, что все локации будут бесплатны, если вы это сделаете. Я сам это проверил, и это сработало! Но есть некоторые нюансы. Итак, друзья, давайте всё по порядку. Я долго затягивать не буду. Сразу переходим к делу. Во-первых, конечно же, вы могли заметить, что в одном из предыдущих роликов я поменял свою одежду. И многим она не понравилась, но мне она, в принципе, зашла. Я сейчас хочу выбраться куда-нибудь в магазин. Во-первых, мы таким образом сейчас убьём сразу двух зайцев. Во-первых, я вам сейчас покажу то, что у меня эти локации стали открыты. Видите? Смотрите внимательно. Всё открыто. И, во-вторых, мы с вами сейчас снова, наверное, перейдём в какой-нибудь магазин. Я просто ещё думаю, в какой. А где продают одежду? Ну, наверное, только если в мол. Хорошо, давайте переместимся в мол, так как там очень много различной одежды. Я сейчас переоденусь и очень внимательно и досконально расскажу вам, как открыть все локации в Токобоко. Итак, друзья, это самая лучшая инструкция просто, которая есть на Ютубе. Лучше этой инструкции вы не найдёте. Итак, смотрите, что у нас тут такое. Давайте высаживаем нашего Пепсика. Я, как всегда, буду покупать одежду вот у этой вот подружки. Ну, это кассирша-подружка, если вы не знали, потому что я у неё уже покупал вчера вот такой вот костюм. Давайте повесим на место. Стоять. Так, радио выключим. Это давайте повесим сюда. И давайте я сейчас посмотрю, что же я могу себе одеть. Ну, это выглядит максимально нелепо и неловко. Я даже не знаю, как можно такое носить. Вообще, по-моему, это женское. Я, честно, не уверен. Так, а вот эта маечка. Ну, как-то не очень. А где штаны? Так, а вот эта курточка. Слушайте, ну вот это уже поинтереснее смотрится. Как будто я какой-то байкер. Ладно, так, хорошо. Ну, давайте пока что останемся в таком стилёчке. Сейчас я посмотрю, что ещё в этом магазинчике есть. Куча различных детских игрушек, но они нам не понадобятся. Ладно, понятно. Я тогда сегодня буду на таком байкерском стиле крутом. И давайте, значит, смотрите, что сделаем. Первым делом, конечно же, мы переоделись. Вторым делом давайте скушаем какую-нибудь мороженку. Я понимаю, что это вредно, но я такое могу себе позволить только в тока бока, друзья. Вам я советую кушать меньше всяких вредностей, потому что это очень сильно вредит вашей фигуре. Ну и, конечно же, здоровью тоже. Но в тока бока, если речь идёт о поедании каких-то сладостей, то я, конечно же, этим воспользуюсь. Так, дайте мне мороженку. Стоп, куда мне вторую-то? Стой, да как мне? Так, на-ка, съешь лучше ты. Блин, всё целиком съел. Да почему две-то? Я хочу одну. Дайте одну мне только. Мне не надо две. Так, ну давай, насыпай. Так, а, надо нажать было. Хорошо, вишенку. Можно вишенку? О, спасибо. Всё, вот. Вот это, вот это реально хороший такой десертик для моего персонажика. Мы это всё дело кушаем вместе со стаканчиком, потому что стаканчик, как вы знаете, тоже здесь съедобный. Просто он с красителями. Ну что ж, и теперь... Можно, кстати, немножко массаж поделать. О, да, неплохо. Так, ну и всё. Всё, мы полностью сейчас зарядились, полностью готовы. И теперь переходим на следующую локацию. На самом деле, было несложно догадаться, что эта локация будет катосвалочка, потому что именно на катосвалочке мы вместе с вами сейчас возьмём наши коробочки. Вы все прекрасно знаете, что коробочки нам очень нужны для того, чтобы собрать те самые волшебные, ключевые, я бы даже сказал, предметы, которые понадобятся нам для того, чтобы открыть все локации бесплатно. Берём две вот такие вот коробочки. В принципе, этого будет достаточно. Предметов сегодня будет немного, но вы сейчас всё поймёте. Я, если честно, не знаю, где ещё можно взять коробочки, кроме как катосвалки, поэтому каждый раз приходится заходить сюда. Что ж, окей, кстати, кто не знал, здесь кромпетик есть, но я думаю, что это все и так уже знают. И мы с вами отправляемся на следующую, на самую первую нашу локацию, где и будем собирать нужные нам предметы. Ну и на самом деле догадаться было несложно, что самая первая наша локация будет фудкорт. Именно то место, где просто куча различной еды, различная пицца, различные деликатесы, фрукты, овощи, рыба и всё такое прочее. И, друзья, вы, наверное, спросите, какой же предмет нам здесь может понадобиться. А всё на самом деле достаточно просто. Смотрите, мы с вами переходим вот сюда вот. А здесь у нас есть вот... Давайте лучше носиком, носиком показываю, носиком! А здесь у нас есть вот такой вот стаканчик, именно оранжевый. Блин, так, стоп, выкинем его. Нам нужно взять пустой. Вот, у нас есть вот такой вот пустой стаканчик. Чё-то он утонул в коробке. И смотрите, нам сюда нужно налить... Видите, он оранжевый? Нам нужно сюда налить именно оранжевый сок, то бишь апельсиновый. Подносим аккуратно и наливаем до конца. После того, как вы это сделали, можно поставить этот сок в коробочку. Всё, это самый первый предмет, который нам понадобится. Вы потом поймёте, при чём здесь вообще оранжевый и как это вообще связано. И когда вы это поймёте, вы удивитесь. Потому что я лично, когда узнал, тоже удивился. Итак, переходим дальше. И попадаем в локацию, которая называется магазин. Для тех, кто не знает или играет первый раз, вот так вот она выглядит. В неё попасть совсем не сложно, но я думаю, что вы и так все прекрасно всё знаете. И что же нам тут понадобится? Друзья, нам понадобится, как бы это странно ни звучало, вот такой вот оранжевый мячик. Берём его вот с этой полочки, он лежит вот здесь. Ну, я думаю, вы увидели. И кидаем его в коробочку, он нам пригодится. Помимо этого, на этой локации нам понадобится взять два зонтика. Смотрите внимательно. Первый зонтик должен быть вот такого вот зелёного цвета. Кладём его вот сюда. Ну, просто главное с собой взять. И второй зонтик нам понадобится голубой, то бишь вот такой. Тоже закидываем его в коробочку. И теперь идём дальше. И здесь мы попадаем в апартаменты. И что же нам может тут понадобиться, спросите вы. Потому что обычно мы с вами в такие локации не ходим. Ну, конечно же, ради приличия нужно сначала поздороваться с Ритой. И ещё одним человечком. Кстати, кто знает, как его зовут? Напишите в комментариях. Будет интересно. Потому что я лично не знаю. И вообще, это мальчик или девочка? Я тоже не знаю. Не знаю. Ладно, хорошо. Нам сюда не за этим. Нам... Мы поздоровались. Нам нужно, смотрите, взять следующие предметы. Во-первых, нам понадобится два стаканчика. Сейчас я вам покажу, каких. Вот такой вот. Видите? Один. И надо найти второй такой же. По идее, здесь он, наверное, есть. Да, вот он. Всё правильно. Вот, берём два прозрачных стаканчика. И кладём их в коробочку. После этого нам нужно здесь взять два вот таких вот напитка. Посмотрите внимательно. Один голубой, второй розовый. И, в принципе, всё. То есть, как я уже сказал, предметов было немного. Это не так сложно собрать. И вы сейчас просто офигеете от того, как вообще... Что сейчас произойдёт. Смотрите, друзья, что делаем дальше. Мы с вами возвращаемся обратно на ката-свалку. И теперь можно поставить нашего персонажа вот сюда. Смотрите, что нужно делать дальше. Нам нужно взять Нари. Как вы знаете, она владеет супер-мистическими способностями, которые позволяют ей не только делать кромпетов, но ещё куча необычных вещей. Что делаем дальше? Смотрите, эти коробочки нам нужно сейчас будет разгрузить. Вот стаканчики разъединяем. Я сейчас вам всё покажу. Это сюда. Коробочку можно, кстати говоря, поставить обратно на своё место, потому что даже на ката-свалке должен быть порядок. Это всё мы абсолютно достаем. Только ни в коем случае не потеряйте. Ящерку можно отсюда убрать, чтобы она нам не мешалась. Мячик и ещё один зонтик. Смотрите. Всё, коробочка у нас полностью пустая. Поставим её также на место. И вот сейчас, внимание, нам для этого понадобится Нари. Что мы делаем? Во-первых, мы делаем всё строго в той последовательности, которой я скажу. Во-первых, мы берём вот эту вот газировку. Лимонад голубой. Он, кстати, называется «Голубая лагуна», кто не знал. Потом мы берём вот эту вот газировку. Это у нас уже розового цвета. И наливаем в следующий стаканчик. Это у нас клубничная газировка. Вот у нас получилось три газированных напитка. Посмотрите внимательно. Разного цвета. Что нужно сделать? Голубой зонтик нужно вставить в голубую водичку. То есть вот таким вот образом. А в розовый стаканчик кладём вот этот зонтик. То есть получается вот таким вот образом. То есть и вот что у нас вышло. Видите? Вот эти вот бутылочки нам больше не нужны. Поэтому можно их просто куда-нибудь убрать. Ну, например, на стол поставить. Я не знаю. Пускай стоит там. Они нам нужны были только для того, чтобы наполнить вот эти вот стаканчики. И четвёртый предмет. Это у нас оранжевый мячик. Видите? Вот оно всё стоит рядышком. И смотрите, что мы делаем. Мы берём Нари. И после того, как вы её взяли, нужно сделать следующее. Вам нужно взять вот этот стаканчик. И после того, как Нари его потрогала своими волшебными руками, закинуть целиком в эту мусорку. Хопа! Видели, кстати, подлагнуло? Это значит, что у вас активировался первый шаг. Потом вы берёте вот этот стаканчик. Не кидайте в мусорку. Сначала нужно дать его в руку Нари. Отпускаем. Нари его потрогала. И закидываем теперь уже в мусорку. Хоп! О, второй раз подлагнуло. Отлично. Значит, всё работает. И у нас остаётся ещё два предмета. Смотрите, что тут нужно сделать. Тут нужно взять один предмет в руку и второй. Стоп, ну давай, бери. Чё-то промахнулось. Вот, всё, получается, Нари тоже их потрогала. И тут уже неважно, в какой последовательности. Сначала кидаем, ну, например, вот этот стаканчик. Хопа! Видите, ничего не произошло. Даже не подлагнуло. И теперь закидываем мячик. Хопа! О, отлично! Ещё раз подлагнуло. Игра чуть-чуть подзависла. Локации прогрузились. И смотрите, теперь важный шаг. Мы с вами, получается, всё это дело активировали. А теперь нам нужно сделать разблокировку, друзья. Как это делается? Мы выходим в главное меню. Я вам сейчас покажу. Только смотрите очень-очень внимательно. На самом деле ничего сложного, по сути-то, и нет. У вас, получается, если вы выйдете, ну, вот сюда вот вы вышли. Потом вы выходите в главное меню. Смотрите. И как вы уже, наверное, догадались, как происходит эта разблокировка. То есть сейчас ваши локации, они активированы, но они не разблокированы. И их нужно разблокировать. Каким образом? Смотрите. Переходите вот сюда в настроечки. Здесь у вас есть специальное окошко с четырёхзначным кодом. Какой код нужно вписать? Смотрите, этот код будет у меня в Телеграм-канале. Вам нужно сейчас открыть описание под этим видео. Зайти туда, либо в комментариях, ссылка будет в закреплённом комментарии. Перейти в Телеграм-канал, и я там напишу этот код. Потому что он уникальный, и, ну, разработчик мне его напишет. Я туда его скину, прям сообщением. И всё, вы вписываете этот код, и после этого все локации у вас разблокируются. Также, друзья, обязательно не выключайте уведомления, потому что я туда буду присылать новую секретную информацию прямо от разработчиков. Всё, на этом всё, с вами был Пепсик, пока!